Если вы разбили яйцо, то будьте внимательны, это предвещает... Куриное яйцо не просто продукт питания, в старину ему приписывали магические свойства. С его помощью знахарки лечили, а маги снимали порчу и предсказывали будущее. Сохранилось множество примет, связанных с яйцами. Зная их, можно обезопасить себя от неприятностей и подготовиться к хорошим событиям. Номер один. Если разбилось яйцо. Если по возвращении домой из магазина в сумке обнаруживается разбитое яйцо, то нужно обратить внимание на обстановку в семье или на отношения с возлюбленным, вероятны ссоры и расставания. Если разбилось два яйца, это хороший знак, указывающий на преданность супруга. Потеря трех яиц предрекает финансовые убытки. Если вы обнаружили на пороге своего дома растекшийся желток с белком, возможно, недоброжелатель стремится разрушить ваше семейное благополучие. Надо собрать остатки, не прикасаясь к ним руками, и закопать подальше от дома. Порог и дверь нужно посыпать солью, тщательно вымыть и окропить святой водой. Если яйцо скатилось по столу и упало на пол, это плохая примета, сулящая неприятности. Если же яйцо подхватить на лету, не дав упасть и разбиться, все будет хорошо. Номер два. Тухлые яйца. С тухлыми яйцами связаны плохие приметы. По одной из них человека ждет потери репутации, сплетни и домыслы по поводу его персоны. Кроме того, можно лишиться имущества, оказаться безработным или попасть в ситуацию, угрожающую жизни и здоровью. Следует проверить надежность замков и внимательно переходить дорогу, а также соблюдать технику безопасности. Номер три. Если в яйце оказалось два желтка. Двухжелтковые экземпляры встречаются редко. В старину люди утверждали, что если два желтка попались женщине, то она родит двойню. Примета основана на том, что яйцо – это символ зарождающейся жизни. Два желтка – это знак женщине от высших сил о близнецах. Номер четыре. Скорлупа. Суеверные люди считают плохим предзнаменованием наступить на скорлупу. Это грозит душевным расстройством. Во времена парусного флота существовало поверье, что из мелких частичек скорлупы колдуны делают корабль, а затем накладывают заклятие на моряков. Поэтому яйца старались очистить как можно аккуратнее, не дробя оболочку. Номер пять. Пасхальные яйца. Освещенные яичка клали за икону. Доставали, если в семье кто-то сильно болел. Читая молитвы, катали этот магический предмет по больному месту, а затем внесли на кладбище и закапывали на могиле тезки больного. Для хорошего урожая его клали в мешок с зерном, а затем везли этот пасевной материал на поле. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.